Продолжение следует... При таком богатом разнообразии сил нашего общества, при такой его талантливости, при таком множестве людей и образованных, и дельных, и искусных, и с состоянием, хотя и негромадным, было бы и пред Богом грешно, и перед людьми стыдно оставлять такое множество наших членов, разумею, наших мещан. Оторванными, изолированными от общественного тела и от его благосостояния. А чего не связать их с общественным организмом, соорудив для них помещение и дав каждому из них дело, тем более, что многие из них способны к разным мастерствам. И сделаем давым хлеб и все нужное. Опять я обращаюсь к обществу с покорнейшей просьбой обратить деятельное внимание на кронштадтских нищих мещан, приписанных палатой Кронштадта и не имеющих в нем никакой оседлости. Приискать или сделать для них общее помещение и каждому дать соответственно его силам труд, который они могли бы кормиться или одеваться. Во имя христианства, во имя человека любия, гуманности, взываю. Поможем этим бесприютным беднякам. Поддержим их и нравственно, и материально. Не откажемся от солидарности с ними, как с человеками и собратьями. И докажем, что чувство человеколюбия в нас еще живучее, и себелюбие не заело нас. Так как прежде всего нужна здесь материальная помощь, то я делаю первый почин, вношу ежегодно в кассу общества, которое примет на себя хлопоты по этому делу, 70 рублей, с тем, чтобы не подавать на улицах и у церкви нищим. Братья, во имя Христа и Креста возвышаю мой голос. Кто еще? Ужели муравьям и пчелам мы дадим преимущество перед собою? Теперь многим городам России известна кронштадтская нищета. Они ожидают, что мы сделаем что-нибудь к отвращению ее. Посещающие Кронштадт русские иностранцы удивляются и множеству крайней лохмотности и неопрятности наших нищих. Нигде, говорят, они не видали мы нищеты в таком множестве и в таком жалком виде, как в Кронштадте. Как хорошо было бы по всем этим причинам устроить дом трудолюбия. Тогда бы многие из них могли обращаться в этот дом с требованием сделать нам за известную плату то или другое дело, то или другую вещь. А мещане наши жили бы, дотрудились и благодарили Бога за своих благодетелей, нравственно многие поднялись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, того и из города долой. Кронштадт не рассадник тунеядцев. Друзья и братья, примите это заявление к своему сердцу, да поближе, как свое собственное дело. Некоторые не хотят слышать о рабочем доме, потому что говорят, это есть карательное заведение, а мы не имеем права карать. Какое карательное заведение? Это прямое благотворительное заведение. Разве не доброе, не гуманное дело спасать людей от лености, праздности, апатии, тунеядства? Если спор из-за слов, то перемените название и назовите его «место рабочего дома», хоть муравейником или пчельником, все равно, как хотите. Только не откладывать бы доброго дела, напрашивающегося на скорое исполнение в долгий ящик. Итак, сколько лет отец Иоанн лелеял эту мысль, сколько самого напряженного труда было употреблено на осуществление ее, сколько проведено бессонных ночей, сколько передумано, сколько препобеждено всевозможных препятствий на этом пути великого создания. А когда читаешь, сколько пожертвовано отцом Иоанном на дом трудолюбия в короткое время, то на первый раз не хочется даже и верить. Так в одном, например, 1888 году им было пожертвовано 57 320 рублей 92 копейки. В 1890 году 29 тысяч 5 рублей и так далее. Были часы и дни в истории этого любимого детища отца Иоанна, когда оно едва не погибло навсегда. Вот почти только что отстроенные дома, стоившие стольких денег и трудов. Но вдруг в одном из многочисленных соседних веселых домов глухой ночью вспыхнул пожар, сразу охвативший несколько зданий и угрожавший юному дому трудолюбия. Явились пожарные, которые начали деятельно отстаивать соседние дома. Отец Иоанн, выйдя на улицу, с ужасом увидел, что столько лет лилейное им детище готово погибнуть в пламени свирепствовавшего пожара. Тогда он немедленно обратился к бывшему на пожаре полицемейстеру с просьбой обратить внимание на опасность, угрожающую богоугодному заведению. Но просьба его не была уважена. Как дом трудолюбия, так и другие постройки, принадлежащие попечительству, превратились в груду пепла. Всякий другой на месте отца Иоанна растерялся бы и лишился всякой энергии. И это вполне понятно. Дело еще в проекте в течение нескольких лет с необыкновенными усилиями медленно, шаг за шагом, подвигалось вперед, встречая на пути в своем препятствии со стороны разных лиц. Вот оно, наконец, начинает осуществляться и уже не только на бумаге, но и на деле. И вдруг в одну ночь все погибает. Как бы поступили очень многие на месте отца Иоанна, упали бы духом. Но ничто и никогда не могло сокрушить или поколебать энергию отца Иоанна. Постигшие его бедствия он принял за испытание Божие, что и высказал в своей проповеди в один из ближайших дней. Горячо он любил свое детище. Насколько он был возмущен полученным отказом в помощи на пожаре, видно из того, как он с несвойственной ему резкостью обличает косвенного виновника бедствия. Вот и опять постигло у нас бедствие, обращается он к своим прихожанам. Не внешний неприятель нашел на нас с огнем и мечом, а враг внутренний, тайный и облаченный во все оружие мерзости и продажной дружбы. И полного безучастия к постигшей беде. Безучастие, говорю, людей, которые на то и поставлены и существуют, чтобы служить общественной безопасности. Да, злая рука бесстыдного ночного порока умышленно произвела пожар и причинила великое бедствие. И кому же? Большей части беднейшим жителям нашего города, которые были презрены в доме попечительства. В конце своих смелых обличений отец Иоанн высказывает свою обычную твердую надежду на благость Божью. Кто знает, может быть и это бедствие попущено Богом, между прочим, для того, чтобы пробудить общественную благотворительность и через нее одних облегчить и утешить, а других через милостыню сделать достойными больших милостей и помиловать их. И действительно, надежды отца Иоанна скоро оправдались. Страховая премия и обильные пожертвования, получавшиеся со всех сторон, много помогли отцу Иоанну. Сгоревший дом трудолюбия скоро снова был построен и 10 октября 1882 года торжественно освящен. Отец Иоанн так любил свое дорогое детище, что небыстрый успех осуществления его сердечного желания ни торжественная обстановка, сопровождавшая освящение дома, не могли изгладить из его памяти тяжелых чувств и нравственных мук, какие он пережил в бедственной ночь пожаропостроек Андреевского приходского попечительства. В пространном слове, сказанном в день освящения, он говорил, между прочим, дивное устройство этого дома, по милости Божией, начатой постройкой весной прошлого года, преничтоженных сначала средствах, но Божьей помощью и добрых людей, доведенный в черне до конца в три этажа. Он осенью сгорел в бывший пожар по той улице, где он встроен, как и деревянные дома попечительства вместе с ним. Прискорбно. Больно было видеть в пламени эти богоугодные заведения. Но теперь Дом Трудолюбия растет и ширится с каждым днем, все больше и больше захватывая сферы влияния на население. Конечно, при этом в Доме Трудолюбия имеется церковь с особым штатным притчатом и хором певчих. Управление делами Кронштадтского Дома Трудолюбия принадлежит особому распорядительному совету, постановления которого рассматривались отцом Иоанном. Бывший в Кронштадте епископ Евдоким пишет. Личный секретарь отца Иоанна говорил, что за месяц июнь 1895 года им послано по почте различным просителям 25 тысяч рублей, а 28 августа по 192 переводам в один день более 13 тысяч рублей. Мы смотрели этот список переводов. Он весь испещрен значительными суммами. 100, 200, 300 рублей пестрят везде и всюду. Эти цифры представляют собой как бы уже норму, меньше которой почти не принято отсылать. А сколько лично сам раздает батюшка, о чем только никто ничего не знает. Но и он сам не знает и не может знать. Из карманов, туго начиненных деньгами, он дает направо и налево, часто даже не справляясь с тем, сколько кому дать. Поистине левая рука не знает, что делает правая. Известны люди, которым он давал сразу свыше тысячи рублей. С золотородцем некоторых батюшка также сразу давал почти по 100 рублей. Однажды я просил батюшку помочь сколько-нибудь бедным ученикам эндской семинарии, и через три дня получил от него 300 рублей. Приезжает к нему питомец одной школы, он дает им на дорогу 300 рублей. Давал он и вполне состоятельным людям по 500 рублей. Говорят, он гораздо больше раздает сам своими руками, чем успевает посылать по почте его секретарь. Больше также и получает он поручно, чем по почте. А почта ежедневно немалые суммы приносит Ацуяну. По словам секретаря, теперь денежные корреспонденции с почты ежедневно приносят круглым счетом 200 пакетов. В какие же суммы превратятся эти ежедневные 200 пакетов к концу года? Люди весьма сведущие нам говорили, что почта, когда отец Иоанн еще мало выезжал из Кронштадта, доставляла ему почти миллион рублей ежегодно. Многие присылают свои пожертвования Ацуяну даже через редакцию русского паломника. Страницы этого журнала иногда испещренны именами и фамилиями подобных жертвователей. Чтобы наш читатель имел хоть некоторые представления о широте благотворительности отца Иоанна, мы приведем здесь перечень пожертвований отца Иоанна, сделанных им всего лишь в течение одного месяца. Ну, хотя бы часть августа и сентября 1996 года. Протеерей Сергеев Иоанн пожертвовал 22 августа 1996 года на дом презрения малолетних детей имени Сосаревича Николая в Кронштадте 100 рублей. 24 августа в пользу Ялтинского благотворительного общества 100 рублей. 29 августа на нужды бедных в церкви Архангельской губернии 2400 рублей. В тот же день на студенческую столовую при Санкт-Петербурге Бургском университете 200 рублей. На детскую столовую 100 рублей. 9 сентября в Комитет попечительства о домах трудолюбия и работных домах, состоящих под председательством покровительницы попечительства государине императрицы Александры Феодоровны 4500 рублей. 11 сентября на церковь в селе Архангельском Голицыне Пензинской губернии 100 рублей. 12 сентября на устройство церквей и школ в районе Сибирской железной дороги 1000 рублей. И так за один месяц чуть не 10 тысяч рублей. Ведь это из месяца в месяц, из года в год. А сколько, розвину отцом Иоанна, милостыни тайна, рука в руку, безо всяких сопроводительных бумаг и отношений, невозможно исчислить. На какие добрые начинания не откликался только отец Иоанн? Куда и кому только не жертвовал и не жертвует отец Иоанн. Его щедрая благотворительность обратила на себя внимание даже государя императора. Из высоты трона посылалась ему, кажется, не раз монаршая благодарность. Жертвует отец Иоанн громадные суммы по 50 тысяч рублей на монастыри, по тысячу на храмы. Жертвует тысячи на школы и больницы. Какое общество в России не считает его своим членом? Нет епархии в целой России, в которой бы он не сделал тех или других приношений от своих щедрот. Не только в России, но и за пределами ее, почти во всех государствах, русские люди получали его лепту или на храмы, или на школы, или на больницы, или на дела миссии. Не только общество и церкви, находящиеся за границей, получали от него помощь, но многое множество и частных людей, проживающих вдали от Родины. Мало того, отец Иоанн жертвует не только православным христианам, но и инославным, и не только христианам, но и иноверцам. Так недавно отец Иоанн пожертвовал значительную лепту в пользу какого-то еврейского благотворительного общества. Месяц тому назад он послал пожертвования татарам. При распределении пожертвования отец Иоанн руководится следующим правилом. У Бога нет ни еленых, ни иудеев. У меня своих денег нет. Мне жертвуют, и я жертвую. Я даже часто не знаю, что и откуда прислал мне то или другое, кто пожертвование. Потому и я жертвую туда, где есть нужда, и где эти деньги могут принести пользу. Однажды обратились к отцу Иоанну католики с просьбой помочь им приобрести приличный колокол для своего костела. Ни один раз они обращались с просьбой о помощи в свою консисторию, но оттуда не получали ни привета, ни ответа. Вынуждены обстоятельствами, они принуждены были обратиться за помощью к отцу Иоанну и не ошиблись в своем расчете. Отец Иоанн, не говоря ни одного слова, дал им нужную сумму для приобретения колокола со словами «Да славят они Бога!» Жертвует отец Иоанн православным китайцам. Не буду приводить никаких других примеров благотворительности отца Иоанна. Да и неважно и неинтересно это. Служение отца Иоанна русскому народу заключается не в обрисании денег и не в раздаянии их налево и направо, а в чем-то другом, более высоком и важном. Есть что-то в его жизни и деятельности другое, что заставляет ежедневно однообразным темным темпом течь к нему этот золотой поток, проноситься над его головой этим тучам с золотым дождем. Говорят, каждый день отец Иоанн ложится без копейки в кармане. Несмотря на то, что на другой день для поддерживания только различных благотворительных учреждений ему нужно более тысячи рублей. И не было случая, чтобы этот другой день обманывал его. С раннего утра снова пополнялись его карманы, а вместе с тем и жили прежние жизни все его благие учреждения. Его вера в будущий день в данном случае кажется подобна вере святого апостола Петра, который, оставив лодку, сначала твердо, безбоязненно пошел по волнам Генесарецкого озера на встречу Христу Спасителю. Повторяю, в жизни и деятельности отца Иоанна есть более важные, чем деньги. Это более важное представляет собой то самое, что заставляет устремляться к ногам отца Иоанна золотой поток. Это обилие благодати Христа Воскресшего. На этом-то главном и должно быть сосредоточено все наше внимание. Деньги везде и всюду рядом с нами, но беда наша в том, что мы не умеем их привлечь к себе, не умеем расположить людей к жертве на дело святое и благое. Светлейший и чистейший лучей солнечных, благодать Христова, озарявшая отца Иоанна и привлекавшая к нему многие души, и располагавшая людей вручать отцу Иоанну большие денежные суммы, заставляла его и отказываться от этих денег, если во свете лучей, осеивающей его благодати, он видел темноту, греховность тех путей, какими были приобретены вручаемые ему деньги. Однажды к отцу Иоанну во время богослужения во храме явилась роскошно одетая женщина, и, простояв литургию, в конце ее, подходя ко кресту и получая из рук проницательного пастыря Андитор, который он раздавал народу, пожелала передать какой-то толстый пакет. Когда отец Иоанн спросил ее, что в этом пакете, то эта женщина ответила, что в пакете вложено 30 тысяч рублей, которые она жертвует на благотворительное дело по усмотрению отца Иоанна Сергиева и в его распоряжение. Известно, что отцу Иоанну часто таким образом передавались довольно крупные денежные суммы. «Этот раз великий наш православный пастырь, да денег не дотрагиваясь, спросил жертву этой лесу, откуда у нее столь большие суммы денег? Прежде чем принять от нее эти деньги, он желает и должен знать, каким путем она приобрела. И задавая ей вопрос, он посмотрел на нее таким до глубины сердца пронизывающим взглядом, подзором, под которым сказать неправду вряд ли кто решился бы. Женщина ответила, что она жертвует эти деньги от имеющегося у нее большого состояния, которое она нажила путем нечистым, промышляя пороком. Тогда отец Иоанн сказал ей, что такие деньги на чистое, доброе, святое дело он взять не может. В отчаянии, всенародно, каять, женщина умоляла принять деньги, так как она бросила свое преступное ремесло давно, поклелась искупить свое прошлое, а кающегося грешника Господь Бог милует. Но отец Иоанн все-таки этих денег от нее не принял, а затем научил ее, как нужно поступить в ее положении, чтобы быть угодным Богу и заслужить его милости и прощения. Деньги, приобретенные злым путем, орошенные слезами, путем недостойным и преступным, сказал великий праведник церкви, на хорошее чистое дело не годятся и не могут быть угодны Богу. Раз таким путем вы составили состояние, то раздайте ее все без остатка, а затем путем честного труда чистые деньги заработайте, заработайте хоть несколько копеек, сберегите их, и как свою лепту на доброе дело принесите мне, и верьте, что эти несколько копеек, вашим честным трудом заработанные, явятся жертвой угодной Богу, вашей искупительной жертвой, которую я от вас с радостью могу принять. А этих денег, как добытых вами скверным, нечистым путем, указал отец Иоанн на пакет, который она держала в руках, хотя и крупная сумма, я не приму. На доброе чистое дело нужны и чистые средства, заключил свою речь высокочтимый всей России православный пастырь. Великий, праведник и чудотворец, дорогой батюшка, отец Иоанн Ильич Сергеев, кронштадтский. В ряду многочисленных благотворений отца Иоанна следует выделить его жертвы на храмоздание и первее всего на построение храмов и церковно-приходских школ по линии Симбирской железной дороги в фонд императора Александра Третьего. Мы видели выше, как много таинственного, духовного, внутреннего сродства было между духом великого, почившего царя-миротворца, и духом великого молитвенника земли русской. Государь-император Александр Третий руководимый благодатью Божией понимал, как нужны для Сибири храмы. Природный коренной сибиряк холоден к религии по малочисленности храмов. Следовательно, нужно в Сибири умножать храмы. Сибирские новоселы, наоборот, изнемогают, томятся духом вследствие отсутствия храмов, а разные ссыльные и неблагонадежные в политическом, а значит, как это всегда бывает, и в церковном отношении люди, начинают подступать к простым забитым переселенцам, как змей к Еве со своими лукавыми нашептываниями. Но эти нашептыватели, эти гады не выносят света пастырей, света храма Божия. Они ползают лишь перед зарею в темноте, и опять, значит, нужны храмы и храмы, чтобы озарить дух переселенцев, омрачаемый отсутствием храма, чтобы прогнать гадов, ползающих в темноте. Посему государь-император Александр Третий, глубоко прозорливый и мудрый сердцеведец душ русского народа, своей могучей державной рукой положил начало построению церквей по линии сибирской железной дороги. Отец Иоанн, по духу родственной духу государя-императора Александра Третьего, усердно и, скажем, горячо, поддерживал это дело своими большими денежными жертвами. Когда Отец Иоанну было предоставлено первое издание отчета о построении сибирских церквей и школ фонда императора Александра Третьего, то он на доставленном ему экземпляре собственноручно писал сердечно сочувствую великому делу распространения церквей и школ по великому сибирскому вновь проложенному пути выражаясь им желание, чтобы дорогие мои соотечественники отнеслись с горячим участием к делу постройки церквей и школ и не жалели своих свободных капиталов в соответствии мудрой воли нашего великого государя. Протеерей Кронштадтский Иоанн Сергеев 10 января 1897 года Теперь, хотя вкратце, упомянем о жертвах отца Иоанна на сибирские церкви и школы. В поселке Новорождественском Тарского уезда выстроена и освящена 28 марта 1908 года церковь во имя святого Иоанна Богослова вместе с притчатыми домами и школами, стоившие около 7500 рублей. Средства на ее постройку получены главным образом от отца Иоанна Ильича Сергеева. В деревне Большая Сазанка Амурской области освящена 20 сентября 1908 года во имя святой благоверной великой княгини Ольги. Деревянная церковь-школа, на которой из фонда имени императора Александра III было отпущено 3000 рублей, часть коих пожертвована отцом Иоанном Сергеевым. На пожертвование отца Иоанна выстроены церковно-приходские школы в пристанциях Челябинск, Макушино, Татарское, Каинск и Исселькуль. Эти школы получили наименование школы имени отца Иоанна Ильича Сергеева. В поселке Астраханска Макмолинского уезда сооружена церковь о имя святого Иоанна Златоуста, на которое обращено 3000 рублей из пожертвований, поступивших от отца Иоанна Сергеева. В поселке Михайловском Яланской волости Тукалинского уезда Тобольской губернии бывшая там школа перестроена на пожертвования отца Иоанна Ильича Сергеева. Наблюдал за постройкой крестьянский начальник Ионников. В поселке Шаблыкинском в Боровской волости того же уезда Тобольской губернии, имеющем более 200 детей школьного возраста. В 1900 году выстроена деревянная школа имени отца Иоанна Ильича Сергеева под наблюдением крестьянского начальника Циммермана. В селе Ильинском Назаровской волости Ачинского уезда Несейской губернии под наблюдением местного священника сооружена деревянная школа на тысячу рублей, отпущенной из пожертвования отца Иоанна Ильича Сергеева. В селе Нехвалынка Южно-Уссурийского округа освящена в ноябре 1899 года церковь по имени святого Андрея Первозванного. Выстроено на пожертвование в 5000 рублей, поступившее через посредства отца Иоанна Сергеева от Блиновой. Список пожертвований, поступивших от партерея Иоанна Ильича Сергеева в фонд имени императора Александра III со времени его образования по 1 января 1901 года. Эта сумма включает 38 314 рублей 50 копеек. Теперь следует сказать о чудесном содействии Божьем ниспослом через отца Иоанна на постройку Леушинского подворья в Санкт-Петербурге для поддержания средств Иоанна Предтеченского первоклассного Леушинского женского монастыря Череповецкого уезда Новгородской губернии. Обитель Леушинская созидалась и устраивалась понемногу неусыпными трудами и заботами настоятельницы Игумени Таисии и сестер, следовавших ее примеру. Много было им горя и слез, несмотря на все самоотверженные труды. Нужда, доходившая иногда до недостатка в насущном хлебе, нередко посещала их. Сознание безысходности из такого положения по неименее никакого обеспечения побуждало Игумени Таисии изыскивать какой-либо источник, который мог бы давать хоть и небольшой, но верный, притом постоянный доход обители. С этой целью она решилась приобрести участок земли в Санкт-Петербурге для постройки на нем церкви или, по крайней мере, часовни, доходы с которых могли бы доставлять хотя малую поддержку обители. Заручившись благословением митрополита Исидора, она начала искать в столице местечко подходящего для ее цели. Для всякого, по обычным человеческим взглядам, эти поиски должны были казаться безумными, без гроша денег искать, купить место в столице. Но не таков взгляд веры, взгляд духовных отчей в уповании на помощь Божию, пописанному в Псалме, ибо, как очер рабов, на руку господ своих, так отче наши, ко Господу Богу нашему, доколе ущедрит нас. Много мест находилось в продаже, но не было подходящего. Иное продавалось в безлюдные улицы, иное с неподходящим соседством, как, например, близ фабрик, казармы и тому подобное. Иное же при всех удобствах, но слишком дорогое по цене. С октября месяца и до начала декабря все самые усердные поиски игумени Таисии не увенчались успехом. Многократно видевшись с отцом-протеереем Иоанном Кронштадтским, без благословения которого она ничего не предпринимала, она жаловалась на безуспешность дела, а вследствие этого и на напрасное пребывание в столице и больших затруднениях. На это почтенный пастырь отвечал ей «Трудись, трудись, матушка, видно, надо еще поработать, ведь счастье-то не прямо с неба валится, надо усиленно искать. Господь не оставит, утешит». И вот действительно, Господь не замедлил послать утешение. В декабре месяца около восьми часов она узнала о продаже небольшого местечка по бассейной улице на углу Знаменска и пошла туда. Разыскав его и вошед во двор, она увидела все пустопорожнее место между двумя огромными каменными домами и в глубине двора крошечный двухсаженный деревянный флигель, уже покосившийся от ветхости, где и помещался хозяин-продавец с места бабков. Поговорив с ними, узнав от него цену места девять тысяч рублей, она направилась к калитке обратно, но хозяин остановил ее словами «Что ж, вы посмеялись, что ли, надо мной? Вы спросили, ничего не ответив, уходите?» Она отвечала «Не до смеха мне, когда я все ноги избила, ходивши в поисках места». «А ответить, что же я могу теперь?» «Вы просите девять тысяч, а у меня и девяти рублей нет». «Так на что же вам и место искать, если девяти рублей-то нет?» «Место мне нужно по часовне, а если бы разрешили, так и по церковь. А относительно средств, вот я подумаю, к кому же обратиться и попрошу?» «Самой же у меня, конечно, нет их. Оттого я и сказала, не сказала вам ничего». «Так, как бы и говорили», возразил бабков. «Для церкви цена другая будет. Всякому дорого, чтобы на месте его жительства храм божий воссиял. Если станете строить церковь, то я тысячу рублей спускаю». «Приготовляйте только восемь тысяч рублей». «Да прошу вас, поскорей дайте ответ, а то ведь другие у меня покупают. Могу покупать или лишиться». Упросив его дать мне сроку не менее десяти дней и подождать, продавать в другие руки, мы расстались. С каким-то смешанным чувством и радости, и страха, и даже удивлением самой себе, рассказывал потом игумене Таисия, «Поплелась я по панели, сама не знаю, куда идти, из чего начать. Восьми рублей нет в кармане, а покупаю место в восемь тысяч рублей. В уме ли я?» спрашивала я себя. К семи часам вечера я пошла на Балтийский вокзал, так как в этот час отец Ян имел обычай возвращаться из Петербурга к себе в Кронштадт. И мне хотелось сообщить ему о своей находке и принять благословение на изыскание средств к покупке места, если он одобрит его. Он не только одобрил место, но сказал, что «Это сам Бог послал мне за мои труды и скорби на пользу обители. Уадал мне в благословение на начин сбора двугривины, пожелав, чтобы с его легкой руки эти двадцать копеек приобрели бы двадцать сотен». И что же? На другой день, отстояв в Казанском соборе ранней литургии, я пошла к своему знакомому купцу Кононову, которому давно были известны мои поиски места, и передала ему результат. Он тоже весьма одобрил место и сряду же дал мне на приобретение его две тысячи рублей. Двадцать сотен, по слову отца Иоанна. Затем я стала ходить к другим знакомым благодетелям и в течение одной недели собрала около шести тысяч рублей, с которыми и пошла к Бабкову, который еще уступил мне триста рублей на поминовение своих родных, а оставшиеся тысячи семьсот рублей обещал подождать. И мы приступили к совершению актов. Это было в декабре девяносто первого года. Наконец, к осени девяносто четвертого года подворье было окончено, и двадцать первого ноября освящен главный его престол во имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Освящение совершал преосвященный Никандр, бывший викарь Санкт-Петербургской епархии, фортеерей Иоанн Кроштадский, ризничий Александра Невской, лавры Архимандрит Гедеон, фортеерей Казанского собора Николая Головин и многие другие священники диакона во главе с архидиаконом Лаврским Иоанном. Второй предел, малый, во имя великомущества Варвара, освящен того же года одиннадцатого декабря высокопреосвященным фиагностом, первым архиепископом новгородским со времени отделения новгородской епархии от Петербургской, последовавшего по смерти Исидора, митрополита новгородского и Санкт-Петербургского. Вся стоимость подворья, состоявшего из каменного трехэтажного дома, выходившего во двор пристройкой флигеля с правой стороны, равнялась восьмидесяти семи тысячам рублей, в том числе и церковь в третьем этаже, а внизу, со двора часовня, во втором этаже помещаются кельи для приема посетителей и начальствующих лиц. Здесь же нельзя не упомянуть о том, как дорогой батюшка укреплял и поддерживал почтенный игуменю Таисию, часто изнемогающую в своих хлопотах и трудах. В 1901 году, в конце августа, игумене Таисия заболела. Постоянно напряженное состояние души в заботах и трудах по монастырю и по школе, непрерывные переписки, просьбы, затруднительность и сложность их, безызвестность их результатов, трепетное чувство опасений и тому подобное надломили ее крепкий организм. И вот, вернувшись после подачи помянутого доклада, она сряду слегла в постель, заболев опаснейшим недугом. Не дни, а часы ее жизни были сосчитаны врачами, слезы и вопли сестер не поддаются описанию. Да и не только сестры, но и миряне, знавшие труженицу, и начальствующие лица, жалели ее. На другой же день ее болезни приехали навестить ее председатель училищ протеерей Соколов и товарищ оберпрокурора Священного Синода Саблер. Приехал и духовный отец ее протеерей Иоанн Ильич Сергеев. Затем он ежедневно навещал и усердно молился об исцелении и утешал ее. Однажды встретив у нее врача госпожу Печковскую, он сказал ей, «Будемте поднимать больную, она нужна еще». На что госпожа ответила, «Разве чудом, батюшка, такие болезни переживает лишь один из сотни, а матушке уж слишком шестьдесят лет». Однако за молитву великого молитвенника отца Иоанна Таисия поправилась и месяца через полтора вернулась в обитель на общую радость. Теперь скажем о постройке Иоанновского монастыря на Карповке, которому суждено было стать местом вечного упокоения почившего пастыря. Первоначальные мысли у отца Иоанна о построении Иоанновского монастыря в Петербурге явились еще тогда, когда он в 1900 году только что отстроил сурскую женскую общину в своем родном селе Сури Архангельской губернии Пинического уезда. Постройка общины вызвана была желанием дать твердую точку опоры православному населению, затерянному между многочисленным населением раскольников-поморцев, не признающих священства. Архангельская губерния по пространству считает до 60 тысяч квадратных миль. Леса раскинулись на 25 миллионов десятин. Вот в этих-то лесах и до сих пор существуют поселки из киты беспобовцев поморского толка. Немало их и в Пинишском уезде, и вблизи родина Цаяна, села Суры. Отец Иоанн всегда выступал с обличением против закоренелых фанатиков, но без всякой тени личной вражды при раздаче просящим помощи. Он помогал им, как и другим. И в 91-м году, бывший в селе Сури, выдал помощь на постройку дома главному наставнику Матвею. Отец Иоанн в своем родном селе Сури наметил почти одновременно произвести несколько построек, сооружений, которые могли бы служить точкой опоры как бы в религиозном, так и благотворительном и просветительном значении данной местности. Потребностью для религиозных отправлений служила церковь, потребностью благотворительного характера могла быть община. Для потребностей просветительных школы во всем этом был недостаток, а если что и имелось, то в самом плачевном состоянии, доходившем в особенности в глазах раскольников до унизительного убожества. Отец Иоанн начал с того, в чем более всего нуждалось православное население, церкви. Церковь в селе Сури, правда, существовала даже не одна, а две. Но одна из них при царе Федора Иоанновича в 1587 году, то есть более 300 лет тому назад, другая также существовала более 200 лет и от ветхости покосилась, что дало раскольникам повод называть ее кривой. Та и другая, по отсутствию во внутренности какого-либо благолепия, скорее походили на простые крестьянские избы. Простые деревянные стены, простые с подпорками потолки, тесные алтари, узкие маленькие окна давали очень немного света, не только зимой, когда в Архангельской губернии чуть не полгода царствует ночь, но и летом. Отец Иоанн обратился к своим почитателям, и вскоре в руках его было 55 500 рублей. Помимо денежной помощи от жертвователей шли пожертвования икон, хорубий, утвари церковные, облачений, богослужебных книг и прочее. В 91 году храм был готов и 27 июня освящен. Общая стоимость всех работ и материала, считая пожертвования, простиралась до 100 тысяч рублей. Окончив первое святое дело построения храма, отец Иоанн положил в своем уме осуществить вторую мысль, построив на родине женскую общину, которая была бы к презрениям престарелых, с приютом сирот, с пристанищем бедных, безродных, вдов и девиц. На все громадное пространство архангельской губернии при населении 350 тысяч жителей имелось только два женских монастыря Холмогорский с 70 монахинями и Шинкурский с 60 монахинями, тогда как раскольничьих скитов по непроходимым лесам можно было считать десятками. Понятно, что монастыри должны иметь в том крае миссионерское значение и вести мирную борьбу с расколом. Вот с такой-то целью, заботами отца Иоанна и возникает сурская община. В 1899 году приступлено было к постройке, а через год, ко времени приезда отца Иоанна, были окончены церковь и корпус для помещения сестер. Устроив, осветив сурскую женскую общину, отец Иоанн пожелал упрочить ее существование, решив построить еще два подворья, одно в Архангельске, другое в Петербурге. Постройка в Архангельске не особенно затрудняла отца Иоанна, так как она могла быть произведенная и не на большие средства. Дешевизна нужной земли для подворья, дешевизна лесного материала и рабочих рук облегчала задачу. Что же касается постройки подворья в Петербурге, то отцу Иоанну немало пришлось потрудиться над осуществлением желанной мысли. Самое трудное, нужно было подыскать удобное место в Петербурге, так как дороговизна земли не давала возможности рассчитывать на широкие размеры. Неожиданно Бог послал благотворителя Роменского, который облегчил задачу отца Иоанна, предложив свой участок земли в 500 квадратных сажен безвозмездно на доброе дело. Участок был очень удобный, он находился на Аптекарском острове на берегу реки Карповки и хотя был удален от шумного центра города, но находился вблизи Каменно-Островского проспекта, по которому проходит теперь трамвай, связывающий его с центром города. Получив разрешение от епархиального начальства, отец Иоанн принялся за новую сложную работу устройство подворья сурской женской общины. Отец Иоанн полагал начать дело в скромных размерах, но приток пожертвования от некоторых крупных благотворителей, как, например, Кожевникова, Глазуновых и других, изменили первоначальное предположение, явился сочувствующий доброму делу известный высокоталантливый архитектор Никонов, который с редкой в наше время добросовестностью принялся за дело и очень облегчил задачу строителя отца Иоанна. Быстро составил проект всех архитектурных работ, и с той же быстротой начались и самые работы. Осенью 1902 года главные работы были окончены, а в декабре закончены мелкие работы в главном храме. В короткий двухлетний срок явилось грандиозное сооружение, которое по обширности и по красоте не уступает лучшим сооружениям Петербурга. Осенью 1902 года почивший обратился к Петербургскому ипархиальному начальству с просьбой о принятии сурского подворья в ведение Петербургского ипархиального начальства и о переименовании его в Санкт-Петербургский женский монастырь 12 апостолов. По этому поводу кронштадтский пастор писал Петербургскому митрополиту Антонию следующее. Основав с Божьей помощью при пособии добрых людей и при непрестанных ежедневных трудах молитвенных великолепное обширное подворье с величественным храмом под именем Сурского подворья для обеспечения основанного мною на родине в селе Сурском Архангельской губернии женского монастыря. Я нашел, что это сооружение столицы слишком художественно и обширно, чтобы ему быть подворьем и находиться под двумя началами духовного управления петербургского владыки митрополита и архангельского епископа и что ему лучше быть петербургским самостоятельным женским монастырем и в ведении одного митрополита Санкт-Петербургского с тем неизменным всегда условием, чтобы третья часть дохода в обители только не от доходов каменного пятиэтажного дома при обители поступало ежегодно в разные сроки года в сурскую женскую обитель и чтобы на первых порах не облагать эту новую обитель разными обязательствами и налогами требующими больших денежных расходов просьба почившего светильника была исполнена и сурской подворья было обращено в Иоанновский женский монастырь назван так по имени небесного покровителя кронштадтского пастыря святого Иоанна Рыльского на 17 декабря 1902 года назначено было торжественное освящение главного монастырского храма в честь святых 12 апостолов с пределами казанской иконы Божьей Матери святого Андрея Критского к тому времени в монастыре поселены были монахини большинство их состояло из перешедших из сурской общины к числу которых присоединены 30 бедных девиц подготовленных к монастырской жизни в Леушинском Новгородской епархии монастыре и гуменью Таисию чинное священие совершал высокопресвященный митрополит в сказанном слове отец Иоанн припомнил слова сказанные Богом Соломону построившему великий храм Я услышал молитву Твою и прошение Твое о чем Ты просил меня Я осветил сей храм который Ты построил что пребывать имени моему там вовеки и будут очи мои и сердце мое во все дни Главный храм помещается в четырехэтажном здании полукруглая кровля его пяти куполов покрыта красивой разноцветной поливой что в общем с белыми стенами представляет как бы цельное сооружение построенное из белого мрамора покрытого малахитом и лапись лазурью рядом возвышается величественная пятиярусная колокольня с полным музыкальным подбором колоколов при большом колоколе в пятьсот с лишним пудов в храм свет проходит сквозь окна с цветными стеклами на восточной алтарной стороне в нише изображены в окнах на стеклах спаситель и двенадцать апостолов в честь которых создан и храм другие два боковых предела казанской иконы Божьей Матери святого Андрея Критского расположены по сторонам главного алтаря в храме есть две выдающиеся по характеру и времени письма иконы первая с левой стороны на устое поддерживающим свод храма хорошего старинного письма икона Божьей Матери именуемой Толгской в дорогой золоченой ризе вторая на стене с южной стороны икона святого евангелиста Иоанна Богослова икона Иоанна Богослова изображается вообще с орлом или юношей Прохором учеником святого но с ангелом очень редко под храмом святых двенадцати апостолов помещаются кельи кабинет и большой зал в котором принимал многочисленных своих посетителей отец Иоанн во время своего приезда в Петербург В этом же этаже помещаются кельи настоятельницы и некоторых должностных сестер монахинь Против этого помещения находится обширная монастырская трапезная и кухня чистота и порядок образцовый К сожалению не во всех наших даже богатых монастырях можно это видеть В настоящее время в монастыре только еще 135 сестер но число их увеличивается трапезная рассчитана на 200 сестер вторая небольшая церковь в нижнем этаже посвящена преподобному Яну Рыльскому празднуемому в 19 день октября храм украшен храм многими иконами поднесенными в разное время почитателями в память разных празднеств в самом низу склепи усыпальницы отца Иоанна это место вечного упокоения назначено было еще при жизни самим храмоздателем отцом Иоанном оно состоит из невысокого помещения со сводами облицованного искусственным белым мрамором имеющаяся здесь церковь с престолом во имя святого порока Ильи и святой царицы Феодоры святых соименных родителям почившего на правой стороне вблизи алтаря у стены помещается беломраморная гробница под которой сокрыто тело благоговейно чтимого праведника всероссийского пастыря великого молитвенника перед престолом господа отца Иоанна отпрыс сурского монастыря Иоанновское подворье сделавшееся самостоятельным деревом дало в свою очередь от себя новый отпрыск новую ветвь Вауловский скит находящийся в Ярославской губернии В Ярославской губернии в 12 верстах от города Романово Борисоглебска находится тихий мирный уголок село Ваулово у свадьбы окруженной со всех сторон лесом благочестивый владелец и 4 года тому назад по глубокой своей преданности и любви к отцу Иоанну пожелал принести ему в дар свое имение с прилегающим к нему лесом и полями всего 810 для устройства в нем женской обители В имении есть две церкви одна большая во имя Успения Божьей Матери и другая поменьше во имя святого Александра Свирского В тот же год высокочтимый пастырь решил основать при Успенском храме женский скит вложив все свое любвеобильное сердце в дело осуществления этого намерения С изумительной быстротой стали воздвигаться постройки необходимые для помещения сестер службы и даже гостиницы для приезжающих богомольцев для начала общежития отец Иоанн перевел из своего Петербургского Иоанновского монастыря несколько сестер опытных выноческой жизни и вслед за ними стали стекать в новоустроенный скит с разных концов России души жаждущие спасения и духовных подвигов много вдов и в девиц нашли здесь в себе тихое пристанище после незгод и бур житейских под руководством мудрой матушки строительницы а вот что сообщает о храмоздательской деятельности отца Иоанна один православный миссионер из Америки в 1900 году я прибыл из Америки в Россию для сбора пожертвований на построение первого русского храма в Нью-Йорке на место прежней убогой наемной церковки кому обратиться за благословением кем возглавить сбор миллионы русских людей не начинали никакого важного дела не узнав о том что посоветует им батюшка Кронштадтский а это дело святое трудное уже в сборную книгу записано было сочувственное слово возлюбленного нашего государя жертвуя от себя пять тысяч рублей на это важное и необходимое дело назначен уже был день отъезда в Москву где я предполагал начать сбор уже ли так и не удастся повидать отца Яна и вот рискуя не застать батюшки в Кронштадте отправился я на Балтийский вокзал с тем чтобы оттуда поехать в Кронштадт на вокзале было все тихо спокойно но вдруг стала набираться публика стало замечать как будто ожидание чего-то и кто-то шепнул мне что вероятно сейчас на вокзал прибудет батюшка как быть я знал что отцу Яну отводят купе или вагон и значит не удастся с ним повидаться до самого его дома однако на всякий случай купил билет первого класса и поспешил в поезд через несколько минут в тот же вагон скорой походкой вошел отец Ян я бросился навстречу и попросил благословить меня стриженный молодой еще тогда я в верхней рясе напоминал больше послушника или только что рукоположного диакона и был поражен когда благословил меня отец Ян при лабызании мной его руки поцеловал мою я почти выдернул свою руку но почувствую недостоинство но отец Ян строго сказал зачем отнимаешь ведь священник это было его первое слово которое помогло мне назвать а затем проведя меня в свое купе батюшка дал мне возможность высказаться указать цель моего прибытия в России и Кронштадт и свидание с отцом Яном полчаса незабвенный батюшка беседовал интересуясь Америкой и нашей миссией церковным и школьным делом моей семьей и родными в Уране и Энбауме отец Ян взял меня к себе в сани и мы буквально полетели по морю по глыбам льда по полыньям очень трудно было только тронуться пустить лошадей так как народ сплошной стеной загородил дорогу многие повисли на оглоблях хватались за полозья рискуя попасть под лошадей сорваться и прочее в Кронштадт прибыли уже ночью батюшка отвез меня в созданный им дом трудолюбия и сдал на попечение тамошней администрации со словами берегите миссионера он из далекой Америки на утро я был в церкви здесь отец Ян призвал меня взял мою сборную книгу и на заглавном листе написал господи благослови книгу сию сборную и дело на которое она дана благословением вседейственным и всесчедрым и привлекая сердца верных рабов твоих к Иерею миссионеру да расположатся все в его пользу или вернее в пользу дела Божия кронштадтский протоиерей Иоанн Сергеев жертвует 200 рублей 27 марта 1900 года эта сумма была небольшой его обычных жертв не больше выданных им на тысячу маленьких церквей и школ на тысячи добрых дел но я не рассчитывал на пожертвование не просил но с книгой этой прошел я Святую Русь и везде эта надпись открывала сердца людские везде упоминание о благословении отца Иоанна на это святое дело раскрывало кошельки и таким образом отец Иоанн был в строгом смысле создателем и нашего храма в Нью-Йорке как был устроителем массы и иных добрых дел и начинаний и в России и за пределами Отечества я торопился с отъездом и оставил Андрейский собор ранее отца Иоанна вернувшись в дом трудолюбия я увидел в своей комнате прекрасный шелковый подрясник на пуху с золотыми пуговицами это отец Иоанн распорядился оказывается одеть меня потеплее чтобы не простудиться в пути такая доброта и заботливость о чужом человеке каких у него в году перебывало тысячи этот подрясник я храню как святыню и до сего часа спустя 4 года я снова был в России по дополнительному сбору на иконостас и украшение Нью-Йоркского храма на этот раз обстоятельства сложились так благоприятно что мне привелось несколько раз видеть отца Иоанна беседовать с ним и сослужить ему и однажды великим одолжением ближайшего сотрудника отца Иоанна по Андрейскому собору протерея Попова мне отведена была весьма почетная роль в программе подчествование оса Иоанна в день его ангела 19 октября 1903 года этот день был обставлен весьма торжественно как и всегда съезд гостей депутаций и почитателей начался еще за несколько дней наперед пароходы из Араньиенбаума привозили массы богомольцев для духовенства в доме трудолюбия были отведены особые комнаты прибывшие знакомились сходились центром всех бесед был батюшка его замечательная личность и деятельность самое утро 19 октября вместе со многими другими сослужившими кронштадтскому пастырю стоял при престоле Божием и я облаченный в новое серебряное облачение увенчанный белой митрою весь сияющий духовной радостью озаренный внутренним светом отец Иоанн сам являлся как бы небесным лучом на другой день батюшка у меня в теле совершил краткое молебствие помолился о моих родных и близких и подарил свои портреты один с надписью для Нью-Йоркской церкви другой с надписью для меня и жены не забыл отец Иоанн и цели моего прибытия в России еще дважды щедро жертвовал на наш храм в последний раз нашей за океанской православной миссии останется вечно памятным великое дело жертвовать на храмы божии храмы божии проводники благодати источники освящения для нас посему святая церковь молит господа освяти любящие благолепие дому твоего то есть храма ты тех воспрослави божественной твоей силою то есть святая церковь молит Бога не спасать обильную благодать и великую неземную божественную славу жертвующим на храмы божии места селения славы божии и тем самым участвующим в нисхождении благодати на богомольцев посещающих храм отец Иоанн много жертвовал на храмы и весьма возлюбил благолепие дома божия а посему сподоблен великой святости и воспрославлен божественной силою отец Иоанн как духовный руководитель монахинь его любовь к Клеушинскому женскому монастырю Новгородской епархии отец Иоанн принадлежавший к белому духовенству однако любил и почитал также монашество именуя его в своем дневнике ангельским чином но особенно он был внимательен любвеобилен к монахиням подобно тому как преподобный Серафим Саровский основал деревьевскую женскую обитель отец Амроси общинский Шамардин отец Варнава Иверский Выксунский монастырь так и отец Иоанн Божией милостью строителей Иоанновского монастыря как он сам любил называть себя в сущности является благоукрасителем и благоустроителем многих других женских монастырей Сурского Вархангельской епархии Воронцовского Псковской а особенно Леушинского Новгородской епархии с почтенной старицей Игуменей Таисии настоятельности Леушинского монастыря он был в постоянной долголетней переписке в течение 18 лет Эта почтенная старица была незаменимой сотрудницей дорогого батюшки в его пастырском руководстве женским монастырей Отсюда мы должны воздать ей сугубую благодарность за опубликование в печати писем отца Иоанна к Игумене Таисии Из 182 писем напечатано с малыми пропусками 149 Во многих из них отец Иоанн просит матушку Игуменю о приеме в Леушинский монастырь какой-либо девицы Вот примеры Достопочтенная матушка Таисия Прими эту Агницу Христову подательницу записки ваше пристанище необуреваемое Она слезно просит моего ходатайства Протеерей Иоанн Сергия ваш смиренный молитвенник Честная матушка Игумене Таисия Позволь просить тебя о принятии под кров твоей обители под кров царицы небесной девицы Анны Ивановны Кирсановой Она трудолюбивая верующая надеясь на твою доброту Твой друг и отец Протеерей Иоанн Сергия 10 ноября 1994 Достопочтеннейшая матушка Игумене Таисия Прошу тебя ради любви Христова и возлюбленного девственника и наперстника Христова Иоанна Богослова апостола и евангелиста принять к себе в обители укрыть от соблазна двух сестер девственниц Марии и Елизавету бывших виверской обители у отца Варнавы свидетельствуя о совершенной их невинности Иоанн Кронштадтский 27 октября 1997 года Матушка Таисия присылаю к тебе будущей монахине для Суры Матрону Дмитриевну Горбунову прими прими ее как свою дочь Протеерей Иоанн Сергеев Матушка Таисия благоволи принять эту девицу грамотную Наталью для подготовки в сурскую общину фамилия ее Ширьякова Протеерей Иоанн Сергеев 99 Дорогая Матушка Игумен Таисия Надеюсь на твое обычное великодушие и сострадание ко всем по возможности ищущим спасение Прошу тебя не отринуть от твоего сердца хорошую девицу Людмилу Я видел ее у Корсакова в Питере Извини что я часто утруждаю тебя такими просьбами Протеерей Иоанн Сергеев 21 февраля 1906 года Определяя таким путем будущих подвижниц в Леушинском монастыре отец Иоанн Ипосте следил за их жизнью и в монастыре В письме например от 5 августа 99 года он спрашивает матушку Таисию каково живут у тебя мои кронштадтские евдоки Екатерина и Елена нет ли в них какой шероховатости находясь в 1901 году в своем сурском монастыре во все вника и всюду поспевая как наилучший игумен дорогой батюшка однако не забывает и Илюшина и вот что пишет матушке игумене Таисии приводим его слова целиком они наглядно показывают как было близко и дорого сердцу отца Иоанна благоустроение женских обителей как твое то матушка драгоценное здоровье как сестры поживают и спасаются да будет всем вам помощь свыше сестры сурские все вам кланяются моему прибытии и госпе у них чрезвычайно рады был сегодня в общей трапезе она имеет тот же порядок как и у вас поют сестры хорошо усердия к богу и службе видно много слава богу построек возведено довольно и еще строится корпус вновь есть у нас лесопильный и кирпичный завод мукомольная машина видел производство пилку кирпичную машину и мукомолку все хорошо все полезно дай бог чтобы все совершенствовалось у тебя полагаю быть 22 или 23 июня при содействии божьем до свидания недостойный богомолеств твой протоиерей кронштадтский Иоанн Сергия 50 июня 1901 года игумене Таисия имела счастье 35 лет состоять в близких отношениях к отцу Иоанну вот что она говорит об этом хлопота мои о приобретении места в Петербурге для постройки подворья с целью материальной поддержки нашей обители не имеющей ни капитала ни обеспечения начавшейся еще при митрополите Исидоре требовали иногда моего вне кратковременного пребывания в столице где я нередко виделась с батюшкой хотя вести с ним духовную беседу никогда не приходилось но зато во время заезда в его к нам монастырь летом на обратном пути с родины мы получали поистине неземное наслаждение находясь в непрерывном общении с этим благодатным пастырем в течение нескольких дней и даже недель он обыкновенно писал мне с родины села Суры или из Архангельска о том куда предполагает заехать сколько где пробыть и когда приблизительно быть у нас и на своем ли пароходике пароходе или на арендованном и мое дело было встретить его на назначенном месте вот тут начинался мой праздник мой отдых то есть буквально отдых душевный обновление сил и подъем духа едем с ним и вала от пристани нашей барки до монастыря дорога все идет лесом а версты за три до монастыря пересекая дорогу проходит полоса монастырского леса и станет батюшка благословлять его на обе стороны возрасти сохрани господи все сие на пользу обители твоей в ней же имя твое святое словословится непрестанно дорогой расспрашивает о состоянии сестера здоровье их и тому подобное подъезжаем к деревне расположенной за одну версту от обители составляющей весь ее приход а там по обеим сторонам пестреет народ вышедший на благословение к великому гостю мужички с обнаженными головами кланяются в пояс женщины с младенцами на руках спешат на перерыв поднести своих деток хоть бы русской то коснулся их батюшка только и слышно батюшка кормилец родимый ты наш красное солнышко а батюшка на обе стороны кланяется благословляет говоря здравствуйте братцы здравствуйте матери здравствуйте крошечки божьи да благословит вас всех отец наш небесный христос с вами христос с вами а как только пойдут монастыльские постройки дома притч гостиницы и прочее тут встречает сестры с громким стройным пением благословен гряды во имя господня и далее с пением же провожает до самого соборного храма где встречает священнослужители а звон в большой колокол давно уже гудит похоже на что-то пасхальное предрадостное общий подъем духа общее торжество после литургии за которой всегда бывает много причастников батюшка проходит прямо в сад куда приглашается и все сослужившие ему священнослужители гости приехавшие к нему туда же является самоварщик со всеми своими атрибутами и дорогой батюшка зная что всякому приятно получить чаек и из его рук старается всех утешить потом пойдет гулять по аллеям сада или один или с собеседником но никто не беспокоит его как только батюшка проходит через террасу в дом сад пустеет так как все расходятся но ведь батюшка слишком любит чистый воздух не только днем проводит все время или в саду или катаясь со мной по полям или сам но иногда в теплые сухие ночи и спит на террасе иногда в саду соберет более близких знакомых своих и некоторых сестер обители и сам выбрав где-нибудь местечко станет читать нам книгу им же самим выбранную но чаще всего читал евангелие апокалипсис или книгу пророков и все читаемое тут же объяснял иногда чтение прерывалось и беседами на объясняемую тему когда устанет сидеть или утомить со чтением скажет мне а что матушка не худо бы и прокатиться нам в пустыньку твою и конечно это моментально исполняется и мы едем катались мы всегда не быстро медленно потому что в это время батюшка или молился тайно или беседовал со мною или просто дремал да и нужды не было скоро ехать народ как бы много его не было никогда у нас не бросался к нему не беспокоил его на дороге о пустыньке этом излюбленном местечке батюшке я сообщу следующее название пустынька или крестик носит небольшой скиток с церковью святого апостола Иоанна Богослова второе наименование его крестик может показаться несоответствующим названию скита но и самое происхождение его несколько необычное и тесно связано с именем достопочтимого пастыря отца портойрея Иоанна Кронштадтского для которого это было излюбленное местечко в 1892 году на обратном пути с родины он посетил нашу обитель 15 июня предполагая погостить в ней несколько дней конечно все пустынные гостеприимства обители все было направлено к успокоению высокого гостя но чем могла она выразить свое радушие между прочим я предложила батюшке покататься по полям и лесам монастырским и благословить их на что он охотно согласился в то время обитель еще не имел аресторных экипажей не держала и кучера обязанность которого исполняла одна из сестер долго ехали мы по лесу и не заметили как колесная дорога стала прекращаться сменяясь одной лишь тропинкой для пешеходов сестра правившая лошадью обратила на это внимание сказав что ехать дальше опасно можно заехать в такую чаще что нельзя будет поворота сделать что и теперь для того чтобы повернуть нам придется сойти с тарантаса и подождать пока она повернет выбрав для всего более удобное место мы точно же вышли и батюшка сказал мне поищем пока мы с тобой землянички на это я ответила какая земляничка батюшка в такую пору у нас она на петров день редко поспевает да еще в такой глуши тут только солнце до мох батюшка ничего не ответил а сам наклонился как бы ищать чего-то на земле через несколько минут монахиня повернул лошадь подъехала к этому месту а батюшка подходил ко мне с букетиком сорванной со стебельками земляники и подавая его улыбаясь сказал вот я и ягодок принес я и глазам своим не верила и обратясь к монахине сказала надо заметить это место неужели здесь так рано поспевает земляника монахиня тоже выразила сомнения впрочем место мы заметили я решила как только мы приедем в монастырь послать сюда сестер поискать земляники что и было исполнено но конечно никакой земляники по раннему времени по характеру грунта земли не могли здесь найти тем не менее место это стало предметом всеобщего внимания даже все приходящие считали как бы обязанности побывать на нем что и заставило вместо вбитого колышка поставить крест отсюда и ведет свое начало наименование этого скита крестик так как вошло в употребление говорить были у крестика пойдем к крестику перед этим крестиком нередко читались акафисты и каноны особенно людьми имевшими какую-либо скорбь которые потом заявляли что помолившись там находили облегчение никакая непогода даже в зимнее время не мешала желающим посещать это место это обстоятельство вынудило меня обратиться к бывшему тогда архиепископу новгородскому феогносту просьбой разрешить поставить маленькую часовенку с кельею не для жительства там кого-либо а часовню для случайных посетителей кельею же в качестве места отдыха для меня утружденной начальственной суетою где бы где бы я могла предать молитвенному средоточию и безмолвию среди лесной тишины в 1893 году к приезду оса и анна были уже готовы часовни с кельею куда застопощимый пастори уединился для своих молитвенных подвигов проводя иногда здесь большую часть дня в 1898 году архиепископ феогност обозревая левушинскую обитель посетил эту часовенку вошед в келью чуждую всякого даже скромного убранства он сел в ней на простую деревянную скамью перед таким же неукрашенным столом некрашенным глубоко вздохнул и слезы заблестели на его глазах затем он произнес матушка какое у тебя здесь блаженство как легко вздохнулось здесь на это я отвечала что и у него есть близ Новгорода мыза архиерейская в которой он может уединяться но он возразил ах ты не знаешь я на дачу а дела вперед уже меня туда прибежали посидев несколько он вдруг стал планировать вот бы эти два окна превратить в арку да пристроить маленький алтарек вот бы церковь была блаженство такое не веря своим ушам от радости бы это было и моей заветной мечтой я ответила ему владыка святый уж очень бы это было хорошо да я не смела и просить об этом ведь для церкви надо священник штатному здесь нельзя быть а за штатного старца вот и для скита с трудом подыскиваем на это владыка сказал зачем зачем отдельного священника ведь в праздник ты всегда должна быть в монастырском храме с сестрами а в будень когда вздумаешь можешь отслужить здесь и свободный священник отслужить из двух наших ваших если хочешь подай прошение я разрешу начерти хоть сама маленький планчик этой часовни и как предполагаешь пристроить к ней алтарь я сам вижу все на месте и на этом основании могу разрешить я не знала как и благодарить владыку и поспешила исполнить предложение это было в мае месяце когда в июле того же года по обычаю приехал отец я передала ему о результате посещения архиепископом феогностом пустыньки отец перекрестился и несколько раз повторил слава тебе господи когда я спросила у него почему он ранее никогда не выражал своего желания чтобы была здесь в церках он ответил я положился на господа да будет воля его а не моя и вот он сам благословил осуществить свою святую волю вот как возникла пустынька с храмом во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в том же году стали запасать лес и весь нужный материал для пристройки алтаря и других приспособлений необходимых для церкви так как дело было несложное пристройка небольшая то к следующему июлю месяцу ко времени прибытия отца Иоанна храм был уже готов из благословения архиепископа освящен отцом Иоанном во имя спятого апостола евангелиста Иоанна Богослова а одна близко моя знакомая институтская подруга Елизавета Пасмурова поусердствовала сделать мраморный престол она же равна и другие знакомые благодетели доставили для храма всю нужную утварь так что ничем не пришлось обременять монастырь равно как и на все расходы по пристройке не пришлось тратить монастырские средства так как петербургская купчиха Сорокина пожертвовал на этот предмет 500 рублей по сей время пустынька это составляет излюбленное местечко всей обители ее богомольцев а теперь со времени кончины отца Иоанна она сделается еще дороже и приятнее для всех ценивших этого великого и незабвенного пастыря церковь в ней маленькая смежная с такой же небольшой комнатой где стоят богомольцы в зимнее время а летом они размещаются вокруг ее на открытом воздухе где при открытых окнах прекрасно слышно все богослужения колокольни нет да не имеется и колоколов кроме одного шестифунтового за неимением средств находится она с южной стороны от монастыря на расстоянии около одной версты туда теперь проложена прекрасная дорога батюшка очень любил цветы и вообще природу ему беспрестанно подносили цветы или из сада или полевые бывало возьмет в ручку розу или пион какие расцветут к его приезду и поцелует цветок говоря лобызая десницу создавшую тебя столь дивно столь прекрасно благоуханно о творец о творец 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 дивен ты и в самом малейшей травке и в каждом лепестке подержит бывало батюшка в руке своей цветочек и отдаст кому-нибудь из присутствующих и сколько радости получает с этим цветочком обладатель его а батюшка продолжает восхвалять творца за его благодеяние к людям подадут ли ему ягод и саду какие поспеют он говорит какой господь то отец наш небесный милостивый добрый щедрый всеблагой посмотрите поймите не только дает нам насущное необходимое пропитание а и услаждает нас лакомит ягодками фруктами и какими разнообразными по вкусу одни лучше других заметьте вот у каждого сорта ягод свой вкус своя сладость свой аромат кто-то из приезжих заметил при этом ему однажды что ныне культура усовершенствована и дает лучшие сорта продуктов батюшка не глядя на говорившего продолжая смотреть на ягоды ответил культуры культуры а творец творец творцом на то и дам человеку разум чтобы он работал им возделал совершенствовал или как ныне выражается культивировал прежде всего самого себя а затем и другие растения творения божие хотя бы дерево и плоды и все что предано в его руки творцом из готового то семя нелегко выращивать доводить до высшего качества а семя то самое создать если его нет одну каплю воды создать там где ее нет попробуйте с вашей культурой из готовой воды можно и водопады устраивать из готовых веществ земли песка глины можно какие угодно громады воздвигать а при отсутствии этих веществ что бы сделали вы о творчень всеблаги отче небесный доколе создание твое не познает тебя и не пойдет в прах пред величием твоим любил так же батюшка и сам собирать в саду ягоды и кушать их прямо с веточки бывало заберется в кусты малины или в гряды клубники кушает да и позовет матушка у тебя в садике то воры что плохо следить за своим добром любил он наш садик и всякий раз передать ездам из обители заходил в него и как бы жалея его прощался с ним прощай садик спасибо тебе за то удовольствие которое ты доставляешь мне всегда сколько светлых минут проводил я в твоем уединении и тому подобное бывало скажешь ему на это родной наш батюшка да разве вы уже на будущий год к нам не приедете он ответил будущее в руках божьих жив буду приеду если случалось что батюшка приезжал к нам во время сенокоса то мы с ним ездили на покос к сестрам всегда приноравливая к тому времени когда они там пьют чай вот радость подъезжаем бывало а издали уже виднеются черные фигуры в белых фартуках и белых платочках поодаль дымятся и самоварщики тут же на траве разослана большая простая деревенская бранная скатерть пригнетенная по краям камушками чтобы не поднимала ее ветром на ней около сотни чашек чайных сахар подле стоят мешки с кренделями баранками как только подъедет батюшка певчие сестры грянут любимый батюшкин застойник радуйся царица батюшка идет к приготовленному для него столику но иногда прежде погуляет по покосу посидит на сене побеседует с сенокосницами и затем начинается чаепитие все собираются кипящим кубам и самоварщикам и садятся на траву а батюшка сам раздает им из мешка баранки многим дает чай из своего стакана и вообще старается всех утешить когда он уезжает с покоса все бегут провожать его певчие поют ему многолетие пока экипаж не скроется из вида вообще батюшка любил наше пение и ежедневно призывал клерошанок петь по большей части в саду иногда в пустынке а при дождливой погоде и в кельях ежедневно после обеда подходила к нему регенша которой он назначал какие пьесы петь ему иногда он слушал их молча сосредоточенным в молительном настроении иногда стоял или даже ходил среди их и объяснял им смысл поэмова особенно Ермасов иногда даже с увлечением сам пел с ними и регентовал рукою когда случалось нам с ним кататься по Волге по его благословению я брала с собой на пароход от 4 до 6 певчих которые пели ему на пароходе а также и в побережных церквах где он останавливался для совершения литургии без чего не мог провести ни одного дня когда мы с ним катались по нашим лесам и полям он всегда благословлял поля с молитвою о их плодоносии и изобильном урожае на пропитание обители бывало когда увидит что нет близко народа велит остановить лошадей снимет с себя рясу положит на свое место и пойдет немножко пройтись в поле по дорогам между монастырем и скитами у нас поставлено немало скамеющих так как по этим уединенным дорожкам гуляют монашенки и садятся иногда со своим рукоделием или отдыхают когда ходят в лес за ягодами или за грибами во время пребывания у нас батюшки все таковые скамеечки служили местом для богомольцев прибывших к батюшке зная что мы с ним ежедневно иногда и по нескольку раз проезжаем тут мимо а они поджидали нас и завидев издали экипаж тихо в полном порядке подходили к батюшке на благословение иные девушки подносили ему полевые цветы особенно часто фиалки белые и лиловые которые батюшка очень любил так однажды приняв этой букеты он держал в руках один из них и рассматривая его сказал евангельское слово не соломон во всей славе своей не одевался так как каждая из полевых лилий если отец небесный так одевает цветок который сегодня есть а завтра брошен будет в печь то не тем ли более вас маловерные как очевидно истина слово божие ищите прежде царствие божие правды его и все остальное приложится вам это я испытываю на себе с тех пор как я начал усиленно искать и исключительно заботиться о благоугождении богу молитвой и делами милосердия ближним и другим я почти не имею надобности заботиться о себе то есть о своих внешних нуждах меня по милости божия одевает обувает угощает добрые люди и сочтут за обиду если бы я не принял их усердие и она это отвечала ему а если бы вы знали батюшка как приятно что-либо сделать для вас хотя чем-нибудь послужить вам да и поверите ли батюшка что за все что для вас сделаешь так скоро воздается с царицею я это и на себе лично испытала да и от многих слышала отец иан верю и сам вижу на деле да это и в порядке вещей за все воздает нам господь даже за чашу холодной воды поданной во имя его Таисия а я в таком отношении часто припоминаю слова принимающие праведники во имя праведника получают награду праведника я знаю что это сказано к апостолам и не в том отношении о каком мы теперь говорим а вообще о вере и усердии к праведникам то есть к людям всецело отдавшимся Богу отец иан а помнишь апостольское слово не обидлив есть Бог чтобы забыть дело ваше и труд любви который вы показали во имя его послужившись святым конечно не святых на небесах живущих надлежит разуметь а служители его которые трудятся для него ради спасения людей а строго же он и судит тех кто дерзает злословить их особенно клеветать безвинно как он через пророка Захарию говорит касающиеся вас то есть избранников Божиих касается зеницы ока его Божия видишь своим оком называет их Господь да и святые так как любили Господа несмотря на немощное свое плоское естество ужасающейся мысли о мучениях и пытках ради любви Христовой охотно шли на всякое страдание и смерть лишь бы в вечности не быть отринутыми от него вот святой Игнатий Богоносец и лично просил и писал в своем послании к кремлянам христианам когда они хотели освободить его от предстоящей ему мученической смерти не возбраняйте мне то есть не мешайте мне прийти Господу хочу быть измолон то есть измолот зубами зверей добуду в жертву благоприятную Господу моему вот высокая святая любовь пятидесятилетие священства отца Иоанна торжество в Андреевском соборе декабря 12 1905 года в Кронштадте торжественно праздновалось пятидесятилетие пастырской деятельности протеерея отца Иоанна Ильича Сергеева с утра 19 декабря начался съезд в Кронштадт многочисленных паломников и духовенства торжество началось в воскресенье 11 декабря в Андреевском соборе всеночный в который участвовало все духовенство собора а также многие приезжие священнослужители в богослужении принимали участие прибывшие из Петербурга приосвященный Кирилл епископ Гдовский и отец Иоанн с самого утра около дома отца Иоанна стояла масса народа с нетерпением ожидавшего выхода отца Иоанна по Андреевской улице и вокруг собора ездил небольшой отряд Лейб-Драгун при офицере а также небольшие разъезды казаков порядок на улицах несмотря на массу народа не нарушался в половине десятого часа утра отец Иоанн с соломщиком выехал из церковного дома и направился к собору народ бежал за экипажем отца Иоанна собор к этому времени был уже полон народом в алтаре собралось духовенство местное и приезжие торжественное архиерейское служение многожиственное духовенство в блестящих облачениях пение двух хоров певчих соборного под управлением космоделя и морского под управлением штатс-капитана Александрова все это производило глубокое впечатление на молящихся собор в соборе присутствовали исполняющий должность главного командира Балтийского флота вице-адмирал Никонов комендант крепости генерал-лейтенант Беляев с супругой генерал-лейтенант Зеленый генерал-майор Ракинт отставной генерал-майор Тверетинов городской голова Гуляев члены городской управы отставной генерал-майор Меньшой Коровников Мурашов директоры гимназии реального училища Клеменчич Поморский Гласные Думы много офицеров дам и прочее после запричастного стиха и Беляра отец Иоанн произнес слово напечатанное в конце этой главы за литургией преосвященным Кириллом совершено было посвящение одного приезжего в стан дьякона после литургии был отслужен благодарственный молебен на который кроме преосвященного Кирилла и отца Иоанна вышло около сорока священников и пятнадцать дьяконов молебен совершался посредине собора после молебны начались поздравления юбиляру первым обратился к отцу Иоанну с прочувствованным словом преосвященный Кирилл он обрисовал глубоко плодотворную деятельность отца Иоанна как пастыря проповедника и благотворителя речь преосвященного произвела глубокое впечатление на присутствовавших после того протоиерей отец попов приветствовал отца Иоанна на греческом языке от лица соборного причта и поднес драгоценный крест отец Иоанна отвечал также на греческом языке затем от городского управления поздравлял отца Иоанна депутация в составе городского головы Гуляева членов городской управы меньшего Коровникова Мурашова и поднесла ему икону Андрея первозванного от управления кронштадтской крепости приносил поздравление генерал-майор Ракинт от дома трудолюбия поздравлял отца Иоанна депутация в лице председателя совета Шаумана товарища председателя полковника Семеновского и Денарейх депутация поднесла отцу Иоанну икону спасителя от классической гимназии поздравляли отца Иоанна директор гимназии Клеменчич два преподавателя и группа гимназистов отдельно в горячей речи поздравил отца Иоанна бывший ученик его преподаватель Сафронов от мещанского общества поздравлял отца Иоанна председателю правы Гаврилов причем передал отцу Иоанну что собранием общества учреждено две кровати имени отца Иоанна в мещанской богодельне Галахов Меньшая принесли поздравления отцу Иоанну от кронштадтского благотворительного общества от духовенства военных церквей приносили поздравления отцу Иоанну протоиерей Погодин и священник Бланков затем поздравляли отца Иоанна депутация общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви от духовенства Петропавловского собора протоиерей Дернов подполковник Веревкин и от прихожан капитан Первицкий от духовника их величеств протоиерея Янышева и Иоанновского монастыря от кронштадтского дома презрения малолетних адрес прошла маленькая девочка питомица приюта затем поздравляла отца Иоанна депутация от кронштадтского отдела общества спасения на водах от старших кластов Александровской женской гимназии из собора отец Иоанн направился в дом трудолюбия здесь состоялся обед устроенный петербургскими почитателями в доме трудолюбия отец Иоанн пробыл недолго и отсюда направился в зал городской думы где обед был устроен горожанами обед от горожан города кронштадта и почитателей отца Иоанна состоялся в зале городской думы куда прибыли его преосвященство отец Кирилл и все духовенство комендант крепости генерал-лейтенант Беляев с супругой главный командир вице-адмирал Никонов городской голова Гуляев с супругой городской голова города Ораниенбаума Волков генерал-майор Полецкий директор гимназии Клеменчич редактор газеты Котлин кронштадтский вестник генерал-майор в отставке Тверетинов и подполковник Тимофеевский члены управы заведующей полиции полковник Костарев и полицмейстер Стояновский и другие гости устроители обеда граждане города и почитатели Сам отец Ян после обедения заехав ненадолго в дом трудолюбия прибыл на этот обед Перед закуской отец Ян начальствующие лица и большинство присутствующих снялись группой Обед был сервирован на трех столах вдоль зала и одного поперечного для почетных лиц Меню обеда прекрасно изготовлено было составлено из скромных и постных блюд по желанию После Жаркова когда шампанское заискрилось в бокалах архиерей отец Кирилл провозгласил здравницу за государя императора государин императриц и наследника престола многое лето и боже царя храни троекратно пропетая были ответом на эту драгоценность для всякого русского человека здравницу вторая здравница за отца Яна была предложена комендантом крепости который указал назначение отца Яна для кронштадца проповедей его и вообще для духовенства предложил многое лето за отца Яна что и было исполнено с большим воодушевлением и очень музыкально благодаря присутствию на обеде духовенства следующие два тоста за отца Яна были провозглашены городским головой и главным командиром первый поздравил отца Яна от города а второй от чинов флота отец Ян поблагодарив за поздравление предложил здравницу за высокопреосвященного митрополита Антония и удостоившего посещением преосвященного архиерея Кирилла это здравица как все предшествовавшие и последующие сопровождались пением многое лето следующие две здравица из отца Яна были предложены капитаном первицким Верещагиным его преосвященство отец Кирилл предложил здравиться за коменданта крепости и главного командира как главных представителей армии и флота находившихся в тесной связи с таким военным городом как наш Кронштадт затем в ряде тостов пили за духовенство городского голову супругу коменданта и супругу городского головы и присутствующих дам последний тост был сказан ключарем собора отцом Александром за духовную свободу выразители которой отец Александр видит в отце Иоанне обед кончился в пять часов но часть гостей еще осталась на некоторое время у гостеприимных хозяев обед удался во всех отношениях и следует искренне благодарить его инициаторов и распорядителей адрес кронштадтского Андрейского попечительства ваше высокопреподобие отец протоиерея Иоанн Ильич дорогой наш председатель сегодня 12 декабря 1905 года минуло 50 лет вашего пастырского служения при соборе святого апостола Андрея Первозванного Твердую уверенную поступью славно вы совершили этот долгий тернистый житейский путь и как истинный воин Христов всегда были верны его заветам возлюбили более всего Господа и ближнего возлюбили более самого себя ваша любовь к Господу выразилась постоянным неустанным служением ему в течение полувека а любовь к ближнему вашей необычайной широкой благотворительностью нет уголка в нашем обширном отечестве куда бы ни проникла ваша щедрая помощь обездоленным мы члены кронштадтского анрейского попечительства видели и свидетельствуем что вы только в одном нашем городе на помощь бедным создали дом трудолюбия оцениваемый со всем своим достоянием миллионом приветствуем вас в настоящий юбилейный день достопочтимый отец Иоанн Ильич совет анрейского попечительства и молит Господа да сохранит он вас своей благодатью во здравии и крепости сил душевных и телесных на многие и многие года да сохранит вас во славу своего пресвятого имени и во хранении святой своей церкви на благо людям теперь особо нуждающимся в примере вашей веры и молитвенной вашей помощи примите от нас эту святую икону да хранит и помилует вас изображенный на ней Господь Сын Божий Иисус Христос и спрашивая благословения ваше имеем честь быть сотрудниками вашими председатель совета анрейского попечительства Шауман товарищ председателя Семеновский казначей коровников члены городской голова Гуляев Голубев Голубев Шемен Шиляев Марков Дьякон Каменоградский и другие на адресе изображен вид Архангельского Андреевского собора сделанной акварелью покойным художником Шауманом по окончании по окончании заутренне в первый день Пасхи народ выходит из храма со свечами свеч от них берется свет со светом только только что занимающийся утренней зари борется на востоке показавшиеся облака слегка окрашены разными цветами радуги поднесенные попечительством икона спасителя очень проста с виду нет эмали и поддельных камней но только филигранные работы весьма массивная риза и самоизображение хорошего недюжинного письма от кронштадтского военного и морского духовенства достопочтеннейший и всечестнейший отец протоирей Иоанн Ильич кронштадтско-военное и морское духовенство всепочтительнейше приветствует вас в день пятидесятилетия вашего доблестного служения Святой Церкви и дорогому нам Отечеству Ваше имя Ваша пастырская деятельность Ваша всеобъемлющая любовь Ваша благоприятная Богу и спасительная для людей молитва наконец Ваша благотворительность всем и всюду как все освещающее согревающее и оживотворяющее солнце привлекли и привлекают к себе всех православных христиан как из царских сертогов так и из бедных хижин как ближних так и дальних со всех концов обширной России и даже из-за границы все стремились и стремятся посмотреть на Вас как на красное ненаглядное солнышко просветиться светом Вашего неумолкаемого истинно христианского мудрого учения согреть сердце всеоблемлющее Вашей любовью к Богу и ближним Вашими святыми молитвами всегда действенными и получить милость Божию и избавление от душевных и телесных скорбей недугов и болезней Все труждающиеся обремененные приходящие к Вам с верой и любовью обретают душевный покой Не были забыты Вами и бедные вдовы и сироты военного и морского духовенства презреваемые в Кронштадтском Мариинском приюте И они в последние годы щедро получали от Вас помощь за каковую примите сердечную благодарность от них и от нас Мы глубоко признательны Вам за сердечное истинно братское отношение к военному и морскому духовенству благодаря чему нет в Кронштадте прискорбного антагонизма между этим духовенством и пархиальным В дни тяжелых испытаний страшных общественных волнений и бедствий празднуется Ваш юбилей Для врагов Святой Церкви и Отечества теперь нет ничего святого и священного Шипят все змеи подняв высоко свое ядовитое смертоносное жало Изуверы стремятся сместить лица русской земли все дорогое и священное для сердца христианина и патриота нет пощады от них и для вас хулиться ими и ваше имя во языцах да не смущается сердце ваше злостными нападками лично на вас и на вашу деятельность низменной безнравственной рыночной грязной прессы представители этой прессы судят о вас по себе им ненавистен праведник он своею жизнью обличает их мерзкие непотребные дела он противится их делам и учению поэтому досаждением и мукою они стремятся истязать его премудрость соломона 11 10 19 мрачные тучи не могут навсегда сокрыть на небе все освещающее согревающее и оживляющее солнце они могут затмить его только на краткое время после чего оно светит еще ярче еще более радует сердца всех и благотворные ваш светильник досточима отец ян не закроет гнусные клеветы разнузданной прессы ей не верят и сами-то убогие безнравственные писаки они только стремятся перещеголять друг друга наглостью и бесстыдством но их наглой клевете никто не верит ею они не закроют даже на краткий миг ваш светлый образ их злословие поношение клеветы на вас как твердого исповедника веры христовой уготовляют вам радость и веселье на небесах к ангнзду от праведного судьи бога да не смущается же сердце ваше всечестнейший отец Иоанн Ильич светильник ваш ярко горит и будет гореть так просвещает и будет просвещать миллионы людей все будут видеть ваши добрые дела и прославлять отца нашего на небесах этому верят целые миллионы людей этому твердо веруем и мы ваши почитатели адрес от городского от городской управы ваше высокопреподобие досточтимый Иоанн Ильич сегодняшний знаменательный день 50-летнего служения вашего священническом сане представители кронштадтского городского управления по чувству глубокой признательности считают своим долгом приветствовать вас от лица всего города в котором протекли долгие годы вашей высокоблаготворительной деятельности ваше пастырское служение в кронштадте было выражением той христианской любви носителем и проповедником которой вы неизменно пребывали в обширном отечестве нашем нет такого места в котором неизвестно имя отца Иоанна кронштадтского и православный народ наш давно уже оценил вашу светлую деятельность на протяжении пятидесяти лет протекшую в борьбе с людской бедностью и духовной темнотою человеческим горем и несчастьем как видимый плод глубокой вашей любви к людям вами основан и устроен и поддерживается те многочисленные учреждения которые в настоящее время живут и действуют как в кронштадте так и по всей России граждане города кронштадт особенно дорожат тем что вся ваша многолетняя деятельность протекла преимущественно среди них и мало таких семей в городе с которыми вы не были бы связаны духовным родством желаю лукавечить память о вас кронштадтский городская управа в заседании своем 9 ноября постановила в городской Александровской богодельни учредить комнату вашего имени поместив в ней ваш портрет открыть в городской управе подписку для собрания капитала на учреждение стипендий или школы вашего имени примите же досточтимый пастырь эти выражения чувств всеобщей нашей признательности и наше поздравление с 50-летним юбилеем служения вашего в священническом сане да поможет вам святой апостол Андрей первозванный икону которого просим от нас принять еще многие и многие лета так же высоко полезно как и в прошедшее полустолетие послужить на избранном вами поприще адрес от крепости многоуважаемый многолюбивый отец Иоанн Ильич Сергеев в тяжелую годину смятения и душевной муки которые мы испытываем в настоящее время как наказание неспослая нам высшую правдою величайшим утешением для чья церкви является уверенность что есть молитвенники Христову воины мужественные твердо возвышающие свой голос в защиту света любви и правды и неустанно направляющие сердца к покаянии и молитве мы представители кронштадтской крепости знаменательный для вас день просим принять от нас уверение в нашем величайшем уважении любви преданности и благодарности за то добро которое так обильно течет в души и сердца чинов крепостного гарнизона способствуя их духовно-нравственному подъему и назиданию моли милосердного создателя одарования вам и впредь на долгие годы Господнего благословения на беспрепятственное продолжение вашего духовного подвига на счастье и благополучие ваших духовных чад от кронштадтского благотворительного общества ваше высокопреподобие глубоко чтимый отец Иоанн кронштадтское благотворительное общество в котором вы состоите почетным членом приветствует вас по случаю пятидесятилетнего пастырского служения да сохранит вас Господь на долгие еще годы служения церкви и народу от кронштадтского мещанского общества досточтимый батюшка Иоанн Ильич кронштадтское мещанское общество поручило мне приветствовать вас со знаменательным днем пятидесятилетнего юбилея служения вашего пред алтарем Всевышнего я совершенно счастлив что на мою долю выпало это приятное поручение и с особым удовольствием исполняя его прошу вас принять от лица всего мещанского общества выражение признательности и глубокой благодарности которые вы вполне заслужили вашей сердечной отзывчивостью к членам нашего общества обращавшимся к вам в тяжелые дни скорби и житейских невзгод за помощью и утешением кроме того деятельность ваша в течение пятидесятилетнего служения в пастырском сане не может быть иначе отмечена как только в высокохристианском исполнении лежащего на вас долго и постоянной отзывчивостью и любовью к народу вы снискали к себе взаимную любовь и расположение не только среди окружающих вас но и у большинства сынов дорогого нашего отечества и даже за пределами его желаю вам продолжения вашей полезной плодотворной деятельности мещанское общество молит всевышнего о неспослании вам глубоко чтимый батюшка здоровья и сил на многие многие лета обед в доме трудолюбия юбилейная трапеза в залах дома трудолюбия 12 декабря в начале была немноголюдна преобладали женщины мужчин же было меньшинство прекрасная сервировка убранства стволов цветами фруктами и гастрономией закусок обеденных блюд тонкие вина не производили впечатления лукуловского пиршества святиеватыми чопорными речами а представляли по составу присутствующих истинно русскую народную трапезу кстати сказать закуска и обед были простые в ожидании достаточного юбиляра прошло немало времени уже многие отчаивались его увидеть предполагая не проехал ли он прямо в думу где был приготовлен обед от горожан кронштадта в третьем часу пронесся слух что отец иоанн приехал вот он показался в дверях и взрыв неподдельной радости выразившейся в возгласах приветствия проводил его до предназначенного места за столом после молитвы прочитанной псаломщиком начался обед к сожалению присутствие отца иоанна было непродолжительно на обеде он торопился в думу в доме трудолюбия на обеде видимо отец иоанн чувствовал себя дома со своими друзьями которых он знает давно знает их как своих духовных детей и потому не церемония встал поблагодарил всех за любовь и внимание и быстро удалился уезжая он просил распорядительницу обеда пригласить вместо его детей приюта и служащих при доме трудолюбия и тогда обеденное зало переполнилось место отца иоанна за столом заняла родная сестра его Дарья Ленична Малкина почтенная Дарья Ленична многим напоминает своего брата и в особенности глазами выражающими чистоту помыслов и безграничную всепрощающую любовь тостов собственно говоря не было как не было и напитка их сопровождающего который бы диссонировал общему настроению а были два пожелания здравствуйте юбиляру многие лета и второе здравствуйте его супруги Елизавете Константиновне и сестре Дарье Леничне обед в доме трудолюбия был устроен в честь юбиляра петербургскими почитателями адрес кронштадтской классической гимназии ваше высокопреподобие глубоко уважаемый отец Иоанн Ильич сегодня в день полудикового служения вашего Святой Церкви кронштадтская классическая гимназия считает своим священным и отрадным долгом от всей души присоединиться к тем корпорациям и лицам которые чувствуют честуют вас и воздают должное по заслугам вашим кронштадтская гимназия с первого дня своего основания имела счастье быть с вами в живой и непосредственной связи когда вы к своему пасторскому служению присоединили нелегкий подвиг закона учительства каковой чести и славой несли в течение 27 лет кому неизвестно что труд учителя самый тяжкий труд среди всех трудов и служений обществу и в особенности труд закона учительства всегда сопровождаемого чувством страшной ответственности перед Богом за каждую юную душу за каждое юное сердце и гимназия в лице своих представителей ваших бывших учеников и сослуживцев здесь перед всеми с благодарностью вспоминая вашу 27-летнюю законно-учительскую деятельность приносит вашему высокопреподобию почтительное и сердечное приветствие в день вашего полувекового юбилея при виде вас невольно вспоминаются слова спасителя иго мое благо и бремя мое легко есть в которых он учит нас легко и радостно нести бремя жизни 76 лет вы несете бремя жизни и 50 лет бремя пастырского служения и непреклонный возраст ни труды пастырского служения не ослабляют вашей жизненной энергии дай же бог чтобы еще многие годы жизнь для вас была легким бременем а для нас ярким светильником от дома презрения малолетних детей глубоко чтимый батюшка Иоанн Ильич знаменательный день 50-летнего вашего пастырского служения у престола Божия мы питомцы кронштадтского дома презрения малолетних детей приносим вам от искренних детских сердец свои наилучшие поздравления и желаем чтобы милосердный Господь сохранил вас и продлил вашу дорогую для нас жизнь на многие годы на радость и утешение всем страждущим прибегающим к вам за помощью да укрепит вас Всевышний и не спошлет силы для дальнейших трудов на благо всех ближних от Совета Евангелической Лютеранской Церкви Святого Николая в Кронштадте Совет Церкви Святого Николая имеет честь поздравить ваше Высокопреподобие с днем 50-летия пастырской деятельности и молит Всевышнего о даровании вам здоровья на многие годы для блага Родины адрес от Комитета Санкт-Петербургского Общества Трезвости Всю Всю Вашу Жизнь Общество основанное 15 лет тому назад и имеющее целью отвлечения нашего народа от пагубного зла чрезмерного употребления спиртных напитков Несмотря на тяжелые обстоятельства вызванные войной внутренними смутами и неурядицами в нашем Отечестве продолжает с помощью Божьей добрых людей осуществлять свою полезную деятельность направленную к исполнению своей задачи искоренять в народе пьянство и бесшабашный разгул Приписывая успех свой в этом деле в большей степени преподанному Обществу трезвости благословению вашему и неоднократно оказанной вами материальной помощи Комитет Общества выражает вам глубочайшую благодарность с искренним пожеланием вам душевных телесных благ на многие и многие лета От Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви Ваше Высокопреподобие Высокочтимый Отец Протеерей Иоанн Ильич Сегодняшний день великой знаменателе не только для вас но и для всей Православной России Завершившееся им пятидесятилетие Вашего пастырского служения есть церковно-историческое событие которое будет золотыми буквами вписано в историю церкви русской История духовной жизни народа созидаются не массами а не многими исключительно личностями сознательными носителями и яркими выразителями идей около которых как около знамен собираются массы не может быть сомнения в том что к таким историческим личностям беспристрастный суд потомства отнесет и вас ибо и теперь народ уже видит в вас личность исключительную и произносит ваше имя с благоговением а глаз народа глаз Божий какое же слово написано в том на том знамени с которым пастерствуете вы наш достойнейший и любимый представитель живой образец современного пастерства имя которого стало собственным именем батюшки пастыря всероссийского на этом знамени написано одно слово святость и оно то собрало около вас миллионы народа русского православного носящего идеал святости в тайниках души своей всегда готова поклониться тому в ком он видит воплощение этого идеала ваша 50-летняя пастерская деятельность была воистину непрерывным подвигом служением спасению других пастырь начальник христос явил вас избранным сосудом благодати ваша крепкая и сильная вера пламенная доходная до Бога молитва убежденно проникновенное слово неисчислимые беспримерные в наши дни делами милосердия и любви всем ведомые плоды этой живущей в вас благодати и яркое проявление вашего служения идеалу святости верующая Россия видит это и стремится войти с вами в общение тысячи богомольцев непрерывно едут в кронштадт отовсюду чтобы просить вас помолиться за них слышать слово утешения получить ваше благословение миллионы назидаются вашими вдохновенными печатными трудами в коих ярко отражается огонь веры и ревности по Боге горящей вашей душе пусть в последнее время некоторые люди в разнузности страстей своих не щадящие ничего святого стараются опорочить и ваше доброе имя перенося на вас злые дела тех с коими вы не можете иметь ничего общего вся ваша светлая и чистая как кристалл пятидесятилетняя пастырская деятельность громко обличает эти недостойные наветы а любящий вас народ еще более оценит вас ибо он понимает что на вас сбываются слова христовы блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески злословить за меня радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах так гнали и пророков бывших прежде вас совет общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви приветствую ваше высокопреподобие знаменательным днем пятидесятилетия пастырского служения и с радостью видя вас маститого старца крепким и бодрым молит бога да отодвинет он дальше и дальше пределы вашей земной жизни на благо святой церкви на пользу дорогого отечества на радость любящих и чтущих вас миллионов православно-русского народа телеграммы не имея возможности поместить всех многочисленных телеграмм полученных отцом Иоанном в день юбилея приводим наиболее важные из них из Петербурга в день пятидесятилетия достославного служения вашего церкви Божией в священнослужительском сане приветствую вас всем знаменательным днем жизни вашей призываю Божие благословения на дальнейшие ваши пастырские труды которые да продлит Господь еще на многие лета митрополит Антоний из Петербурга помолившись о здравии и спасении вашем приветствую вас с исполнившимся пятидесятилетием благотворного служения вашего сердечно желаю продолжать и оно долго на пользу Церкви Божией архиепископ Анастасий из Петербурга многие лета достославному юбиляру желает от всего сердца благодарный протопресситер Иоанн Янышев из Петербурга благословен день пятидесятилетия вашего непрестанного пастырского горения в одном и том же храме в союзе любви с неизменной паствою в обители руками и молитвами вашими созданной сию милость Божию на вас и подвиг ваш поминали и утешали с благодарным ко Господу молением Антонин епископ Нарский игумене Ангелина с сестрами почитателей и богомольцы из Петербурга приношу сердечные поздравления в день вашего маститого юбилея и прошу Господа возвращения вам прежних заслуженных вами щедрот профессор протоиерей Солертинский из Петербурга памятное неустанное внимание ваших духовным и материальным нуждам школ церковных училищный совет при святейшем синоде приветствует ваше высокопреподобие в день полувекового священнослужения вашего на благо святой церкви и желает вам доброго здоровья на многое лето протоиерей Павел Соколов из Петербурга просим очень передать от нас глубоко уважаемому отцу Иоанну наши искренние сердечные поздравления Шемякина Григорович из Петербурга сердечно поздравляем вас дорогой дядюшка отец Иоанн с 50-летним юбилеем вашей службы церкви Божией и желаем вам здоровья на многие годы с искренним уважением к вам остаемся дьякон Иоанн Елена Илюи Юлия Сиделины из Петербурга просим принять наше искреннейшее поздравление да сохранит вас Господь еще на многие годы князь и княгиня Голицыны из Петербурга сердечно приветствуем высокочтимого юбиляра скорбим о невозможности лично поздравить графа графини Игнатьевы из Петербурга угодник Божий благодетель мой отец Иоанн поздравляю молюсь спасителю да продлить дорогие дни ваши для спасения и утешения нас многогрешных графиня Екатерина Адлерберг из Петербурга примите глубокочтимый юбиляр искреннее наше поздравление и благопожелание граф Армфельд из Петербурга Ваше Высокопреподобие глубокочтимый сейчаснейший дорогой Батюшка в день знаменательный для вас и радостный для народа вашего пятидесятилетнего служения Церкви Божией примите от нас смиренных инокинь наш благодетель и строитель пользующихся по милости Божией вашим отеческим попечением сердечный привет и преданную любовь и искреннюю благодарность горячо молимся в своем храме о вашем драгоценном здравии да сохранит вас Господь на многие лета Воронцовского подворья Игумения Таисия с сестрами Причт из Петербурга вся семья Леснинского Петербургского подворья собравшись в день пятидесятилетнего юбилея высокочтимого и дорогого батюшки благодетеля вместе со своим пастырем в храме горячо молит Всевышнего одарования юбиляру здравия и долгих счастливых лет жизни спаси Христе Боже монокиня Юлия из Петербурга великий пастырь сегодняшний знаменательный день вашего пятидесятилетнего беспримерного в истории человечества служения православной вере царю и Отечеству редакция газеты ведомости Санкт-Петербургского градоначальства гордясь вами как постоянным сотрудником своим отслужила благодарственный молебен в Казанском соборе перед чудотворной иконой Царицы Небесной о неспослании вам здоровья сил и крепости на многие лета и просит вас принять ее сердечное и искреннее поздравление всегда благодарный вам редактор Михаил Кривошлык из Петербурга позвольте нам от избытка чувств пожелать вам по случаю сегодняшнего знаменательного дня много лет воздравить телесным и душевным продолжать свой призыв в вере и молитве православных чад нашей церкви Анатолия Екатерина Куломзины из Петербурга примите благодарно молитвенный привет Варвара и Игумене София из Петербурга дорогой отец протеерей Ян Ильич душевно поздравляем с днем пятидесятилетия священства да хранит вас Бог еще на многие годы в бодрости духа и крепости сил во славу Божию на спасение многих священник Михаил и Антонина Союзовы из Пинишского уезда приветствуем вас дорогой батюшка отец протеерей Ян Ильич с пятидесятилетним вашим служением на пользу церкви и отечества молим Господа о вашем здравии и долгоденствии Крыкаловы от состоящего под покровительством ее величества королевы Еленов Ольги Константиновны православного братства при церкви святого Александра Невского в Николаевском морском госпитале в Кронштадте От имени всех членов Совет Кронштадтского православного братства с чувством глубокого уважения приветствует ваше высокопреподобие знаменательный день пятидесятилетнего вашего служения в священническом сане и выражает душевные пожелания здравия и сохранения еще на многие лета бодрости и тела и духа на продолжение вашей святой молитвы перед престолом царя царей о грехах наших и всего мира в особенности в настоящую тяжелую годину в истории нашей дорогой родины председатель совета Сильман секретарь совета сокольников 12 декабря в доме трудолюбия маститому юбиляру принесли поздравление дети Ольгинского приюта девочки со своей помощницей начальницы Ермолик и дети приюта дома трудолюбия с начальницей Волковой одна из девочек Лебедева сказала следующее приветствие дорогой батюшка позвольте и нам признательным питомицам основанного вами убежища принести детские сердечные поздравления с днем пятидесятилетия славного служения Господу Корректор А.Кулакова Продолжение следует...